всем привет и вы снова на канале dev car systems где я сначала сделал себе машину которая лежит на 18 колесах а теперь я немножко переделался на ней здесь кузов вот значит как бы об этом всем кому если очень реально будет интересно есть видео на канале как бы можно посмотреть как бы еще там ночью занимаюсь другим связан с машинами но сегодняшняя тема будет уже да вот как по краске азии задние крылья были заменены и так чтобы не было особых проблем с внешней геометрией все было заменено как говорится по по прямому это не очень правильно как бы я сам это знаю но я решил делать именно так теперь будет вот это место как бы все вот этот шов будешь подливаться целительная арка тут тоже с небольшими вмятинками дефектами это все тоже будешь подливаться а вот это место как бы да ну как бы здесь теперь будет короче как шпатля вот скорее всего ребят я все это прямо снимать на лапсе не буду потому что как известно шпатлевка должна высохнуть и смысл снимать то как она стоит на солнце просто сохнет я думаю нет машинку я просто выкатил для удобства сейчас я беру шкурку вернее скотчбрайт все это дело немножко легонько этот грунт матую кстати грунт у нас эпоксидный и после мотовки начинаю наносить шпатлевку как раз вот это должно быть не вы вы это вы вы Итак, друзья, в чем отличие профессионального маляра от непрофессионала? И самое главное, наверное, это то, что у профессионала никогда вот так вот не будет засыхать на раке или шпатлевка, в отличие от меня. То есть, как вы видите, вот это все, что у меня засыхает, я тупо скидываю сюда, а потом подмету. Вот. В итоге, что мы имеем с машиной? Вот это, скажем так, черновая, то есть со всех сторон, как говорится, все уже ровненько. Ну, само собой, вот эти вот места, как бы это еще сейчас будет слой доводочной штукатурки. Подровнял немножко зазорчики, как бы здесь вот швы у нас были, здесь вот немножко зазорчик чуть-чуть уходил. Вот. Значит, здесь тоже зазор, как говорится, вот он весь выведен, чтобы все было четенько вообще, прям в айкаще. Внутренняя арка, все, как я, в принципе, и обещал. Немножечко шпатли. По внутрянечке то же самое, как вы можете видеть. И, следовательно, такой же вот небольшой, как бы здесь. Далее дверь, как бы замазана вот, таким, скажем так, без фанатизма. Ну, она еще, наверное, не высохла, да? Да, еще немножко не высохла. Вот. Потому что, как бы, напоследок намешал, поэтому пускай сохнет спокойно, трогать не буду. По той стороне, в принципе, внешка сделана. То есть, именно шов заглажен. Тут, опять же, будет еще тонкий слой доводочной штукатурки. Блин, штукатурки, шпатлевки. Вот. А так, форма, как говорится, уже есть. Все, что надо. Точно так же немножечко подровнял вот внешний кантарки. Потому что он был чуть-чуть такой, как волной. Также с зазором. Здесь, как бы, еще внутри ничего не делалось. Поэтому, в принципе, открывать даже не буду показывать. Это будет все далее. Так что, вот, пока все вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ребят, ну, наверное, понятно, почему я не особо снимаю процесс доводки и шпатлевания. Ну, а что тут, честно говоря, снимать-то? Вот, смотрите, я его взял, как бы, намазал, намазал шпатли. Размазал, разгладил. Как говорится, уловил примерную форму стекло в оконке. Подождал, пока оно все высохнет, просохнет как надо. И начал все это дело вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот шкурить. Следовательно, прошкурил. Потом нанес уже доводочную. Следовательно, доводочную. Ну, один слой доводочный, вот сейчас вот второй слой. И вот он, по идее, всохнет. Я его тоже шкурю и делаю третий слой, потому что по-любому где-то будут споры, где-то это самое. Но самое главное, что форма, короче, уже поймана. То есть, именно, то есть, как бы, однако его получается гладко и вот так вот, гладко и вот так вот. Следовательно, внешние арки чуть больше внимания, чем внутренние, потому что внутренние ее, в принципе, вообще никогда не видно будет особо. Двери тоже дверь. Дверь делаю, пока только намазал стекловолокном. С этой стороны, в принципе, все уже готово. Вот. То есть, эта арка, она готова по форме к грунтовке. Внешняя арка тоже готова. То есть, форма вся поймана. Проем пойман. И дверь тоже готова. Но я думаю, это уже потом показать, когда непосредственно все уже будет готово, как говорится, и отгрунтовано. То есть, следовательно, я вот это вот добро сейчас грунтую. Вот, как вы можете заметить, где-то, где-то проявился металл, ну, как бы, во время шкурки, потому что все-таки арка-то не идеальной формы получилась. Ну, к сожалению, да. Вот. Но основные места, как бы, это вот этот шов замазанный, чуть-чуть добавлено вот здесь вот по крану, чтобы она была более-менее ровная. Светили внешние, точно так же. Вот. Поэтому, ребят, пока на этом вот так вот и продолжаем в этом же духе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, тем временем у нас потихонечку доводится. Вышкуриваю капот, все как там надо. Вот, опять же, крыло, двери, вот эти вот личиночки, следовательно. То есть, везде где-то есть, где маленькие вмятинки, все, как говорится, доводочно, этой шпатлевкой захерачиваю и все это, как говорится, вывожу. То есть, вот маленькая вмятинка и так далее. Вот, а тем временем, короче, приехала, опять же, наша 909-я, который Толян. Вот. Хотя, ссылочка будет, наверное, под видео. Не знаю, когда я видео, правда, выйдет. Вот. Значит, будем ему дропать морду. То есть, лонжероны... Лонжерон правый. Лонжерон левый. В общем, вот так вот готовые лонжи. Но на этом еще не все. У нас тут еще продолжение банкета. Следующие влогеры. Вот. Так что, сейчас идем туда. Ну что же, как я уже сказал. Вот он, получается. Левый лонжерон. И вот у нас сделан левый дроп, короче. То есть, все выставлено, все как бы четенько. Единственное, что это, короче, гайки. Пришлось туда варить гайки, потому что резьбы здесь нет. Ну, ничего страшного. Как бы так проживется нормально. Ничего с ним не сделается. А вот, кстати, канал этого товарища. Тут говоришь, все как обычно. Ну, типа, 4-ка, Калина-руль, Дины, салончик чистенько. И, как обычно, естественно, сабик. Как же без сабика-то? Вот. А теперь сейчас всю эту сторону собираем и идем на вторую. Ну что же, вот они, вторые. Правая сторона. 7 сантимов здесь. 7 сантимов здесь. А также полу-дропы выставлены, приварены. Канальчик. Ну, это вот у нас, получается, на защиту чисто. Знаете, друзья, сейчас, честно говоря, снимать просто нечего. То есть, весь процесс с машиной выглядит как. Прошло уже две недели. И я, собственно говоря, с этой доводкой прыгаю. То есть, нашел вмятинку, например, на двери снизу. Зашпатлевал ее тонким слоем. Первый слой. Зашпатлевал заднюю дверь. Второй слой. Тоже тоненький. Пошел на ту сторону, там крыло зашпатлевал. Здесь еще дверь. Пока это все высыхает, потом иду опять на дверь. Шкурую дверь, потом вторую дверь, потом третью дверь, потом четвертую. И вот этот замкнутый круг повторяется до тех пор, пока в бятины полностью не уйдут. Собственно говоря, мануалов по шпатлевке, я думаю, на ютубе до хрена. Поэтому смысла, так сказать, особо нету. Конкретно мне запариваться с тем, чтобы снимать это и объяснять. Но принцип в том, что берем рубанок и в определенной плоскости, при зачистке шпатли и просто вообще не обязательно шпатли, а даже краски, мы увидим сразу, где есть вмятина, где чего-то не хватает. Следуем туда, мажем шпатлю. На данной стадии у меня что готово? У меня готова крышка багажника, готов капот, готова крыша, готовы все четыре двери и передние два крыла. Остались задние крылья. То есть с задними крыльями небольшая проблема в том, что, во-первых, немножечко надо восстановить вот эту саму арочку канта, которая, ну, сама вот эта арка. Поэтому взяты вот даже специальный циркуль, чтобы ее вот ровно сделать. Со второй стороны то же самое. Поэтому таким темпом сейчас вот довожу крылья, и тогда уже буду более, как говорится, правильно, более правильно и более часто снимать. Потому что вот сейчас прошло, в принципе, две недели, и вот, и вот. Ну, конечно, да, отрывался пару раз на лонжерон, но это было триня. Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok